Продолжение следует... 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 И, соответственно, тепло у нас раздается. Взаимодействие получается круговорот воды. Дальше. Целостность. Ребята, мы сейчас повторяем. Повторим, потом перейдем на вопросы. Хорошо? Что такое целостность? Это важнейшее свойство географической оболочки. Оно проявляется в том, что при изменении одной из геосфер происходит изменение во всех других. То есть, например, изменение получается в гидросфере приводит к изменению в биосфере, в атмосфере, в литосфере. И, соответственно, одно изменение приводит к изменению географической оболочки. Пожалуйста, смотрите. Взаимодействие друг с другом. Климат. От климата зависит растительность. Растительность также взаимосвязана с почвой. Соответственно, почва взаимосвязана с рельефом. Рельеф с водой. Вода с животным миром. И так далее. То есть, как раз таки, целостность определяется в том, что все сферы взаимодействуют друг с другом. И если вдруг что-то изменится в одной сфере, оно приведет к изменению других сфер. Географическая зональность. Это свойство географической оболочки, которая проявляется в смене природных компонентов от экватора к полюсам. И от подможи, получается, горных хребтов, да, к их вершинам. Посмотрите, пожалуйста, да, на рисунок, который предоставлен вам, соответственно, да. В зависимости, получается, от экватора, соответственно, да, от экватора к полюсам. И в горной части, получается, от подможей до вершин изменяется как раз таки зональность, да. Оно проявляется именно в смене природных компонентов. Пожалуйста. Дальше. В развитии географической оболочки принято выделять три этапа. Это геологический, биогенный и антропогенный. Геологически, получается, здесь идет формирование материков в паден океанов. Считается около 4570 миллионов лет назад. Биогенный. 570 миллионов 440 тысяч лет назад. Это формирование современной водной воздушной оболочки почвенного покрова. И как раз таки в этот момент шел быстрый темп развития жизни. Антропогенный. Правильно, ребята. Все взаимосвязано, да. То есть он появился от 40 тысяч лет назад и до наших дней. Как раз таки, да. Влияние человека на природу. Оно повлияло, получается, и на атмосферу, на гидросферу, да. На, получается, биосферу. Соответственно, в связи, получается, да. Как раз таки развитием научно-технической революции. С началом, получается, да. Мы начали с вами полностью использовать нашу планету для выгоды человечества. Соответственно, это повлияло на состояние географической оболочки. И этот период называется антропогенным. То есть это влияние человека, которое постоянно и постепенно изменяет мир. Первый вопрос. Какой природный комплекс на Земле является самым крупным? Географическая оболочка, Тихий океан, Евразия или биосфера? Я уже вижу ваши ответы. Отлично. Молодцы. Кто-то считает, что это географическая оболочка, кто-то считает, что это биосфера. Давайте узнаем правильный ответ. Значит, самый крупный природный комплекс на Земле – это географическая оболочка, которая включает в себя атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. То есть атмосфера нижний слой получается, литосфера верхний слой. Все, кто ответили, что правильный ответ – это первые ребята, географическая оболочка. Так, молодцы, молодцы. Те, кто ошибся, ребята, давайте быстренько вспомнили прошлые наши занятия. Следующий вопрос. Каким свойством географической оболочки обуславливается образование муссонов? То есть какое свойство влияет на образование муссонов, ребята? Это зональность, ритмичность и целостность. Нет, Даниэр, это не будет у нас, получается, в контрольной. Да, контрольная работа будет другая. Кто-то отвечает, что это зональность, кто-то ритмичность. Многие уже считают, что это ритмичность. Отлично, кто еще ответит? У нас, конечно, 22 нету, но то, что вы отправляете, я считаю, что это второй вопрос, да? Второй ответ, то есть. Отлично. Давайте все-таки узнаем. Правильно, ребята, на, как раз-таки, да, образование муссонов влияет свойство географической оболочки, которая называется ритмичность. То есть в этот момент, да, идет, получается, в материковой части низкое давление, да, в океаническое добавляется высокое давление. Соответственно, это и влияет на образование муссонов. Третий вопрос. Как называется система взаимосвязанных и неразрывных компонентов на определенной территории? Это среда обитания, это биосфера, либо это природный комплекс. У нас нету такого ответа 33, ребята, у нас первый правильный ответ, второй, либо третий. Многие пишут, третий ответ является правильным. Давайте узнаем с вами, да? Правильно, ребята, природный комплекс, которая система, да, взаимосвязанных неразрывных компонентов на определенной территории. Отлично. Следующий вопрос. Что происходит между компонентами географической оболочки? Это обмен веществом и энергией, поглощение микроэлементами друг другом и самопроизведение и автономное существование. Как вы думаете, какой правильный ответ? Рамазан считает, что поглощение микроэлементами друг другом считается, что это правильный ответ. Что происходит между компонентами географической оболочки? Основное количество пишет, что это второй правильный ответ. Алияр говорит, что это первый. Амир тоже. Алияр тоже говорит, что это первый. А может, это, ребята, третий правильный ответ? Отлично. Давайте узнаем. Первый, ребята, правильный ответ. Вы знаете, да, что между, например, атмосферой, гидросферой, биосферой и также литосферой происходит обмен веществом и энергией. Основная масса ответила неправильно. Они думали, что правильный ответ – это поглощение микроэлементами друг другом. Но некоторые из вас, ребята, ответили правильно – это обмен веществом и энергией. Те, кто правильно ответили, молодцы. Те, кто нет, ребята, думаем хорошенько. Следующий вопрос. Как называются природные комплексы, измененные человеком? Как называются природные комплексы, измененные человеком? Цивилизованные, считает Али. Цивилизованные. Ребята, смотрите, называются природные комплексы, измененные человеком, о котором мы с вами ранее говорили. Кто-то считает, что это видоизмененные. Рамазан, Алияр, считает, что это антропогенные. Значит, ребята, природные комплексы, измененные человеком, называются антропогенными. То есть мы говорили, да, с вами о том, что человек влияет на природу. Теперь скажите, пожалуйста, какие ландшафты вы знаете, которые, например, есть на территории Кыргызстана? Ландшафты на территории Кыргызстана. Горный ландшафт. Отлично. Горный. Хорошо. Следующий вопрос, ребята. Отлично. Отлично. Молодец, Алияр. Молодец. Степные. Правильно. Отлично. Ребята, значит, мы с вами познакомились, да, как раз-таки проходили на прошлых уроках географическую оболочку и сказали, что она состоит из определенных сфер. Это атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера, которые взаимосвязаны друг с другом. И, соответственно, да, говорили о том, что изменение одной сферы приводит к изменению остальных сфер. И говорили о том, что есть как раз-таки системы, которые изменены человеком. Это как раз-таки антропогенное воздействие, да, то есть воздействие человека на окружающую среду. И эти комплексы, мы говорили, называются антропогенными. Теперь скажите, пожалуйста, из каких слоев состоит литосфера? Из каких слоев состоит литосфера? Кутман пишет из трех. Как называются эти слои? Как называются эти слои? Нет, ребята, биосфера – это другое, да? Мы говорим с вами о литосфере. Вот, теперь правильно ответы пошли. Земная кора. В верхней части мантии посадочной горной породы, такого не существует. Она состоит из ядра мантии и земной коры, да? То есть как раз-таки, да, твердая оболочка земли, которая состоит земной коры. В верхней части мантии до астаносферы, да, где как раз-таки скорость сейсмических волн понижается. Правильно? Ребята, скажите, пожалуйста, мы с вами проходили литосферу, да, и говорили о литосферных плитах. Что такое литосферные плиты? Напишите, пожалуйста. Да. Что такое литосферные плиты, ребята? И какие литосферные плиты? Молодец, Али. Молодец. Алияр. Участок земной коры. Как вы знаете, да, что блоки литосферы, то есть литосферные плиты, да, они двигаются по относительно пластичной астаносферы, да. Изучению и описанию этих движений посвящен раздел геологии о тектонике плит. Ребята, скажите, пожалуйста, геология, что она изучает? Что изучает геология? Геология. Элиза. Геология. Ребята, геология – это наука о строении, составе и истории земной коры. Да, геология, Даньяр. Молодцы. Молодцы. Отлично. Отлично. Молодцы. Значит, земная кора под океанами и континентами, они значительно различаются. Земная кора под континентами, она состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоя, да. А земная кора под океанами, да, она протерпевала очень много этапов частичного плавления в результате образования океана. И она состоит из осадочной коры. И она сильно обеднена легкоплавными редкими элементами. Мы с вами, значит, ребята, узнали, да, о литосфере, о биосфере. А что такое гидросфера? Напишите, пожалуйста. Что такое гидросфера? Это какая оболочка нашей земли? Водная оболочка. Правильно. Это водная оболочка земли. Отлично. Правильно. Молодцы. Молодцы. Правильно, ребята. Это водная оболочка земли. А из каких слоев состоит атмосфера, ребята? Молодец, воинов. Отлично. Из каких слоев состоит атмосфера? Из тропосферы. Угу. Отлично. Еще. Стратосфера. Отлично. Отлично. Молодцы, ребята. Молодцы. Молодцы. Правильно. Правильно. Молодцы. Все, кто, ребята, сегодня активно участвовал на уроке. Вам всем спасибо. Спасибо.